Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня будем с вами тестировать очень интересный и, как говорят китайцы, инновационный продукт для губ. Компания O2O, которая активно продается на Алиэкспресс, запустила новую линейку двухсторонних стиков для губ. И как они нам обещают, вот это способно изменить нашу стандартную макияжную рутину. Я, конечно же, взяла себе все шесть оттенков и сегодня с вами протестируем. Действительно, это так круто, как выглядит. Скажу честно, я еще ничего с этого не пробовала, даже не открывала, получила посылку буквально позавчера. Так, давайте начнем, наверное, последовательно с первого оттенка, пускай все будет правильно. Первый оттенок без названия 01, коробочки очень привлекательные. Вы знаете, что до этого я, в принципе, была довольна этой фирмой, мне понравилась их палетка теней. Посмотрим, что они нам предложат на этот раз. Сам стик выглядит вот так вот. Двухсторонняя такая штука, блеск, помада, два в одну. На одном кончике, я так понимаю, у нас, собственно, странная кисточка, немножко такая лопаточная. Пахнет неплохо, слегка сладковато. И на другой стороне у нас, я так понимаю, блеск. С такой интересной кисточкой, она мягкая. А нет, это такое вот пластиковое остренькое перышко. Не знаю, зачем такое было делать, лучше бы кисть была стандартная. Ну да ладно. Давайте пробовать. Цвет у нас стандартный. Красный оттенок 01. Походу это матовая помада. Моментально высыхает, прям не успеваю наносить. Лопаткой вот этой вот надо научиться работать, потому что она, конечно же, больше, чем стандартная и какая-то слегка странная. Она приплюснутая. Ну, цвет, конечно, красивый и однородный, такой матовый бархат, классический красный, который делает белыми зубы. Я так понимаю, концепт в том, чтобы превращать матовую помаду в такой вот лак с помощью блеска. Ну что, давайте пробовать блеск. Он у нас как будто с маленькими серебряными блесточками в упаковке, похоже на жемчужинку какую-то. Пробуем наносить. Так жалко, конечно, портить. Ух ты ж, ёл. Вы это видите? Какой сияющий блеск. Сейчас я нанесу на середину. Посмотрите, какая красота. Как переливается. С ума сойти. Мне неудобно носить этой палочкой. Я не поняла, в чем прикол, конечно. Мне сейчас хочется взять обычную кисть. Мне нравится, что отдушка очень приятная. Она такая не сильно жлобская, как я говорю, не самая не шманская. Действительно, покрытие получается как будто лаковое. Боже, эти блестки просто божественно переливаются. Единственный вопрос. Вот эта кисточка у меня в красной помаде. Я что, должна ее сюда засунуть и испачкать весь плеск? Видимо так. Очень приятно ощущается на губах. Я думаю, это, конечно, не так стойко, как в матовом состоянии. Но, тем не менее, ну, как по мне, это намного красивее. Я так понимаю, весь прикол в том, что вместо трех продуктов вы носите с собой, например, один такой тюбик. И у вас получается есть с собой матовая яркая помада для вечернего образа, блеск для дневного, как самостоятельный продукт. Или два в одном, если вы прям хотите вау-эффекта таких вот лаковых, идеальных губ. И приступаем к следующему оттенку. Это, конечно, интересно. Смотрите, с одной стороны у нас тот же практически красный, а с другой фиолетовые блестки. Цвет помады, кстати, идентичный. Единственное, отличаются блески. Так, берем фиолетовый блеск, этот с блесточками. Блин, он мне так нравится. Я бы его так бы наносила без базы. Опять эта ужасная кисточка. Но цвет блеска. Посмотрите на эти разноцветные блесточки. Надеюсь, вам видно, камера передаст. Играет у вас под лампами там, нет? Это, конечно, кисточка меня жестко бесит. Хотя здесь другой запах. Здесь запах винограда, это точно. Попытка номер три. И не говорите, что это будет опять красный цвет. Нет, это не красный. Это коралловый такой, да? И тот же перламутровый блеск. Давайте, чтобы я вас не задерживала, нанесу это все вне кадра и покажу вам уже результат. Ну вот он, основной цвет. Такой неоново-коралловый. Мне кажется, наносился он сложнее. И даже, видите, здесь есть какие-то полосы и провалы цвета. Вот здесь пятнышко, здесь пятнышко. В общем, красный мне по качеству нравился больше. И время наносить наш плеск. Я просто обалдею от этой вот перламутра. Золотыми блестками здесь у нас он. Просто шикарен. Так, в принципе, любую помаду можно разбавлять. Так как основной цвет лег неровно, здесь у нас некая пятнистость. И проблема в том, что он у нас скатывается вот по верхней губе и переносится на зубы. Я не знаю, что с этим цветом не так. Итак, что у нас здесь внутри? Только не говорите, что это тот же коралловый цвет. А в смысле? Это что, то же самое? А ну-ка. Ну, слегка светлее. Я не знаю, видно вам на камере или нет. Вот этот темнее, этот чуть светлее. Но в целом, это прям один в один. Это у нас оттенок номер три. Вот это более темный. Это оттенок номер четыре. Ну, прям очень похоже. Единственное, этот какой-то неоновый. Этот более такой спокойный нют уходит. Спасибо, что дали моим губам пропустить номер четвертый. Переходим к пятому. Оу, это вот такой вот кирпичный цвет и все тот же блеск. Ну, вот такой вот у нас основной цвет. Это такой тепло-коричнево-красный. Пусть немножечко подсохнет, схватится и мы нанесем сразу же блеск. Ой, класс. Ой, не могу нарадоваться. Красота. Очень красивый цвет. Такое чувство, что я зубочисткой пытаюсь нанести блеск себе. Ну, мне прям очень нравится такой коричневато-богатый цвет. Это не дешманский неоновый коралл. Подбородок у меня уже розовый от всех этих помад. У меня все печет и болит, но я не сдаюсь, потому что у нас последний оттенок шестой. А это у нас такой вот нют с тем же блеском. А так хотелось чего-нибудь темного или винного, даже фиолетового, да. Честно скажу, все оттенки, кроме предыдущего кирпичного, можно найти в стандартных матовых помадах. Но вот блеск, конечно, здесь шикарный. Нют тоже хорошо ложится. Он не полосит, как тот неоновый. Они какие-то все разные по качеству. Это явно. Здесь у нас стандартный коричневатый нют. Ждем, пока подсохнет. Ну, прям каждый раз кайф получаю, когда наношу его. Ну что, все шесть оттенков мы уже протестировали. Точнее пять, ладно. С одним я схалявила. В целом, интересный продукт. Есть один цвет, который мне определенно нравится. И, боже мой, этот блеск. Есть ли он у вас отдельно? И можете ли вы сделать здесь нормальную кисточку? На этом все. Вот такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх, внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok.